Есть в Индии город, о котором европейцы мало что знают. Однако для многих людей в этой стране он является священным. И если индус почувствовал, что подходит его время завершить свой земной путь, то он стремится, чтобы это случилось именно здесь. Те, кому не удается попасть в этот город при жизни, завещают своим близким, чтобы их тела уже после смерти были доставлены в древний Варанаси. Варанаси. Один из немногих городов Индии, в котором с такой силой отражена многовековая история индуизма. Жизнь города и сегодня строится полностью на законах и правилах этой древней религии. За время своего существования город имел много названий, берущих свое начало из глубины веков. Варанаси, Каши, Бенарес. Причем все они являются живыми и до сих пор используются равноправно. Древние тексты на санскрите хранят множество повествований о строительстве храмов в Варанаси. В каждом из этих храмов воплощена своя религиозная идея, и каждый из них посвящен своему божеству. Поэтому неудивительно, что какой-нибудь маленький храм может не посещаться в течение года практически никем. И вдруг, о чудо! В один из дней десятки тысяч людей со всех концов Индии приходят именно сюда, в это место, и именно тут совершают религиозные обряды. Поэтому Варанаси является древним священным городом, где каждый храм – легенда, и ни одно из строений здесь не может быть лишним. Один паломник в течение года каждый день посещал новый храм. По прошествии этого времени он сказал, до сих пор не обошел и половины святых мест. Российский путешественник, этнограф Андрей Евгеньевич Несарев, побывавший в Варанасе в конце 19 века, писал. Если смотреть на город с реки, то он представляет собой панораму дворцов, храмов и мечетей, увенчанных крышами, башенками и миноретами. Эта сказочная панорама тянется по хребту на протяжении пяти верст. Расположение храмов и строений отражает этапы становления Варанаси, и человек, понимающий, может читать его как некий текст. С древнейших времен паломники тянулись именно сюда, чтобы прикоснуться к святыням, легенды о которых с давних пор известны по всей Индии. Многие из них прибыли сюда, чтобы дождаться своего смертного часа и совершить таинство перехода в иной мир именно здесь. Для них это имеет особое значение. И сейчас мы можем наблюдать тех, кто годами ждет рокового момента в этом священном городе на берегу великой реки Ганг. Это время паломники посвящают молитве, медитации и духовному очищению. Им не приходится заботиться о хлебе насущном, так как храмы обеспечивают их и питьем, и едой. На рассвете от открывающихся видов захватывает дух. Именно в это время становится понятным, почему одно из названий города – Каши. В переводе с санскрита это означает «город света». Храмы и места поклонений – все излучает свет и отражается в могучем Ганге. Река отделена от города так называемыми «гатами» – большими каменными набережными, которые спускаются к воде. На них тысячи верующих собираются для поклонения божествам. Всего существует более 70 гатов, каждый из которых имеет свое название и историю. Все они очень разные. На некоторых вы за год не встретите ни одного человека. А на соседней, в религиозном экстазе, будут танцевать и петь десятки тысяч людей. Помимо гатов, здесь также расположены храмы и сооружения, которые были построены много веков назад. Большинство из них посвящены великому Шиве, и индусы считают, что Варанаси является его вечной резиденцией на Земле. Для индусов Шива является главным божеством среди множества других. В понятиях индуса Шива – это бог-отец, вселенская душа, которая пребывает в состоянии вечного единства со Вселенной. Шива – это совершенное сознание, он не подвержен смерти, поэтому вечен. Над некоторыми гатами возвышаются древние большие храмы, такие как Кедришвара. В то же время существует множество мелких храмов. Их размеры настолько малы, что иногда они вмещают всего лишь небольшое изображение того или иного божества. Здесь, в Варанаси, во многих храмах продолжают тысячелетние традиции религиозного образования. Молодые люди, решившие посвятить себя изучению индуизма, приезжают сюда не только со всех уголков Индии, но и из разных стран мира, в том числе из Европы. Студенты изучают древние священные тексты, постигают тысячелетнюю мудрость из уст учителей. Это именно те знания, которые посвященные передавали из поколения в поколение на протяжении многих веков. Уже на рассвете тысячи мужчин и женщин спускаются по гатам к воде Великого Ганга. Они приносят с собой цветы и дары божествам. Прямо из реки они пьют воду. Эта вода считается святой. Люди наполняют ею бутыли, канистры и даже пластиковые пакеты, чтобы отвезти своим родственникам и друзьям. В Индии такая вода, набранная в святом городе, считается особо ценным даром. Для многочисленных паломников, по долгу живущих в Варанасе, есть два особых гата. Харишчандра и Маникарника. Именно здесь происходит кремация тех, кто дождался своего часа, и именно здесь они совершают свой последний священный переход. Ведь умереть и быть сожженным на этой земле считается великой благодатью. Отличительной особенностью этих гатов является то, что они расположены прямо в центре Варанаси. В то время как во всех остальных местах Индии подобные сооружения выведены далеко за пределы городов. Для индусов Варанаси – это именно то место, где стоит совершить свой последний переход. В основе индуизма лежит понятие реинкарнации. Индусы верят, что после смерти душа не умирает, что она переселяется в другое тело, в зависимости от того, как человек жил. Если индус умирает здесь, то ему гарантированно мокша – полное освобождение от чередований смертей и жизней. Именно здесь на протяжении многих столетий осуществляют свой переход многие тысячи людей. Они преодолевают сотни и сотни километров, чтобы попасть в Варанаси и умереть здесь, и быть сожженными именно на этих гатах. Но есть и те, кому не посчастливилось умереть в святом городе. Эти люди стремятся сюда и после своей смерти. Каждый день на поездах сюда привозят десятки тел людей, умерших вдали от Варанаси. Они оставляют завещание родственникам с просьбой, чтобы их тела были сожжены на манекарнике и хришчандре. Возможно, именно поэтому в Индии нет кладбищ. Здесь расположена большая площадка для сжигания тел умерших паломников. Одновременно можно наблюдать несколько костров, на которых происходит кремация трупов. Уже более двух с половиной тысяч лет здесь ежедневно совершается обряд перехода. Огонь, которым разжигают погребальные костры, поддерживается непрерывно на протяжении многих веков. Ему просто не дают погаснуть. Съемки процесса не приветствуются. Даже небольшой фотоаппарат в руках вызывает недовольные и пристальные взгляды находящихся вокруг людей. Бывали инциденты, когда разъяренные родственники отнимали аппаратуру узорвавшихся туристов. Поэтому нам пришлось обратиться за помощью к местным жителям, чтобы не нарушить устоявшуюся здесь традицию и тем не менее показать, что же именно происходит на этой кремационной площадке в самом центре огромного 15-миллионного мегаполиса. Рано утром нашей съемочной группе удалось познакомиться с человеком, который заготавливает дрова для сжигания тел. После долгих уговоров он согласился помочь нам. Если вы хотите снять кремацию, то у вас есть три пути. Первый – вы идете в суд и берете разрешение на съемки у судьи. Затем вы показываете это разрешение родственникам того, чье тело вы собираетесь снимать. Даете немного денег, и если семья согласна, то снимаете. Есть и так называемые гиды, которые за несколько сотен долларов берутся помочь вам в съемках. Хорошо, если человек окажется порядочным, и он получит свои деньги, а вы свои кадры. А если нет? Есть еще один способ. Это просто начать снимать и фотографировать, предлагая деньги родственникам умершего. Но это может опять же выйти боком. Вдруг какой-нибудь из родственников не согласится. Как мы узнали, наш собеседник унаследовал эту профессию от отца и деда. Они также всю жизнь занимались заготовкой дров, подготовкой тел для кремации и помогали людям совершать этот своеобразный похоронный ритуал. Мой отец умер всего два года назад, и я тоже сжег его здесь. Самое дорогое дерево – сандал. Стоимость кремации с сандаловым деревом может достигать 20 тысяч рупий. Огромная сумма для обычного человека. Обычные люди платят за кремацию тысячу рупий. Но и это невероятно дорого. Каждая деталь сакрального ритуала имеет значение, начиная от места положения, где будет сожжено тело, и заканчивая типом дров. Чем ближе к гангу, тем дороже стоимость кремации. Дрова доставляются как по реке, так и по железной дороге. Многочисленные лодки причаливают прямо к гатам, и здесь же оптом продают дрова заготовщикам. Часто бедные люди покупают сандаловую стружку и посыпают ей своих умерших родственников. Сжигаются даже носилки, на которых было доставлено тело. Как правило, тело, завернутое в яркое праздничное, расшитое золотыми нитями покрывало, приносят на носилках к месту последнего перехода. Затем – священное омовение. И вот его уже укладывают на заранее заготовленное кострище. В старину, если умирал мужчина, то на их погребальных кострах сжигали и жен. Считалось, что таким образом они воссоединятся в следующей жизни. Тысячи лет на гатах не гаснет погребальный огонь. Тел так много, что не все они сгорают дотла. Поэтому, как только большая часть тела обгорает, священнослужители произносят соответствующее заклинание и сбрасывают останки в ганг. А на месте бывшего костра уже сооружается следующий. У заготовщика дров есть на это свое мнение. Вы можете умереть в любой точке мира, и там вас либо сожгут, либо похоронят. Если человек был чист душой и помыслами, если он был честен, все произойдет само собой, и его душе воздастся за его поступки, а не за то, в какой точке мира он умер или был сожжен. А что вы думаете о карме? О том, что всякая судьба предопределена заранее? Карма – это одна из самых важных вещей в жизни. Если вы совершаете хорошие поступки, не обманываете, не убиваете, у вас хорошая карма. У вас может быть огромная куча денег, но если вы заработали их неправедно или еще хуже украли, то внутри у вас нет спокойствия, нет мира в душе и никогда не будет. Ведь когда вы делаете плохие вещи, то душа не разрешает вам их делать, пытается вразумить вас, но вы переступаете через нее и ради денег готовы делать плохое. Но мы же люди, не животные. Это они не обладают разумом, а у нас всегда есть выбор. Обряд поклонения Воданганга Нам повезло. Мы оказались в Варанасе в канун Нового года, и нам довелось присутствовать на большом празднике, который включал в себя и новогоднюю пуджу, обряд проведения которого проходит наиболее торжественно. С самого утра начинается подготовка к празднику. Перед новогодней пуджей днем на центральном гате начинают раздавать особую пищу, которую называют просад. Подается она исключительно на крупных пальмовых листьях. Ее готовят из риса, овощей и очень острых специй. Есть просад необходимо исключительно руками. Теленок тоже не упускает возможности принять участие в праздничной трапезе. До Нового года остаются считанные часы, и главный гад усиленно готовят к вечерним торжествам. Все строительные работы выполняют почему-то женщины. Художники местного университета стараются не упустить праздничный колорит. Надо отметить, что Варанаси считается центром изобразительного и музыкального творчества не только у индусов. Книжные лавки и развалы тянутся на всем протяжении главного гата. На них можно найти разнообразнейшую литературу на многих языках мира. Дело в том, что университеты Варанаси привлекают многочисленных студентов из стран Европы и Америки. Здесь они изучают санскрит, индийскую культуру и живопись. В этот день особенно важно совершить обряд омовения. Человек, совершающий омовение в Ганге в священный праздник Нового года, очищается и внешне, и внутренне. Благодаря внешнему очищению его тело становится невосприимчивым к всевозможным болезням. Внутри же в таком человеке крепнет Божественный Дух. Люди все пребывают и пребывают. Их приветствуют восторженными криками, смысл которых можно перевести как «Славься, Господь Всемогущий!» Главный гад сейчас напоминает лоскутное одеяло. Это женщины после омовения сушат свои сари прямо на набережных. В школах сегодня нет занятий. И в этот праздничный день по старой традиции дети играют и соревнуются в запусках воздушных змеев. По понятиям индусов полет воздушного змея осуществляет связь между небом и землей. И чем больше воздушных змеев парят над домами, тем прочнее связь города с богами и небом. В храмах и церквях варанаси прихожан также угощают просадом. Затем следует праздничная служба. Что интересно, в самом процессе чтения молитв заключен и момент обучения. Это очень важно для неграмотных молодых людей. Они произносят молитвы и сопровождают это характерными жестами. Эти жесты помогают запомнить сложные санскритские письмена, на которых написаны древние тексты. Главным объектом церемонии является священный камень Шиволингом. Брамин, по-нашему священник, вместе с помощниками начинают торжественный обряд. Святыню раскрашивают яркими красками и украшают цветами. Запах благовоний распространяется по всему храму. Церемония достигает своего апогея, когда на лингом начинают лить свежее коровье молоко. Шиволингом в представлении европейца это некий фаллический символ. Такое суждение не совсем верно. В индусской мифологии лингом это камень Шивы, нижний и верхний концы которого простираются в бесконечность. Индусы воспринимают лингом как лишенный запаха, вкуса, цвета, который находится вне пределов слышимости и осязаемости. Для искреннего приверженца индуизма лингом это не просто камень. Он говорит с ним, заставляет его проливать обильные слезы, пробегать мурашки по телу. Он помогает концентрации сознания и служит опорой для беспокойного ума человека. Это святыня, которая в христианской традиции ближе всего к символике креста. Кроме главной пуджи, небольшие группы верующих проводят торжественные церемонии поклонения Агни и Шиви. Здесь присутствуют и старые, и молодые. Все эти песни посвящены Шиви и другим индуистским богам. В сумерках мы берем курс на главный гад, где должна происходить большая пуджа в честь празднования Нового Года. Тысячи птиц проносятся над водами Ганга. В преддверии праздника это считается хорошим знаком. Значит, Всевышний одобряет все то, что происходит в древнем городе. Главное новогоднее пуджа зрелище необычное. Для индуса все в этом действии наполнено особым смыслом. Главное в этом огненном ритуале поклонение священному Гангу. Вхождение в Новый Год в следующий временной цикл означает, что и Варанаси совершает переход. Правда, далеко не последний, а множество паломников и люди, живущие здесь, празднуют это знаменательное событие. в следующий год. Время в следующий рейтинг и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok